Привет! Всем привет! Так, сейчас я сразу подключусь параллельно с вами. Есть ссылочка, да, там? Уважаемый, вон. В чате. В чате есть. Сейчас я к вам подключусь. Так. Где ссылочка? Напишите нам, пожалуйста, слышно ли, видно. Да. Ли. Всем привет! Войти в комнату. Житомир, Черновцы, Полтава, Рига, Брест, Самара, Харьков, Омск, Черкассы, Сочи, Донецк, тоже здесь, Ужгород, Севастополь, Дублин, Долгавр, Луганск, Ульяновск, Каганрог, офигеть! 500 человек нас, ребят! Всех приветствуем? Да. Напишите, пожалуйста, слышно ли нас? Сейчас пишут города. Там уже все, тусовка пошла, уже какой клуб Сочи. Нормально. Поехали. Тема пошла. Все, 499. Все видно, все слышно. 499. Ну, 502. Все. 502 мы можем начинать. Ну и изначально мы сразу вам чуть-чуть продемонстрируем, пока мы тут сидели, сыгрались. У нас были проблемы с залом. Здесь были русские народные. И... Кавказские. Кавказские? Кавказские. Вот. И мы только зашли в зал, сразу подключились, и Евгений Никитин тоже нашел себе игрушку. Вот он выкатывается. Вот так и живем. Ладно, но снимем мы вас чуть-чуть позже. Наверное, познакомим. Давайте сразу начнем про тему трендовой вариации. На самом деле, что хотелось бы сказать. Я надеюсь, нас смотрит не очень много судей. Ну, 505 человек. Нормально, да. Слышно очень хорошо. Почему? Я объясню. Год назад мы читали лекцию на конгрессе ВДСФ в Штутгарде. И на самом деле это было очень для нас почетно, потому что впервые в истории танцоры читали лекцию судям. Вот. И нам дали тему, то есть, грубо говоря, мы читали лекцию и основываясь на этой лекции судей проходит определенную аттестацию, лицензию зарабатывает. Ну, такой процесс. Вот. И впервые в жизни вот танцоры читают лекцию. Это были мы. И нам дали тему innovation steps. Ну, инновационные шаги, трендовые шаги, грубо говоря, да. И у нас сложилась такая с Ольгой ситуация, что ну, вот мы выходим, мы должны на лекции какую-то нести полезность, знание, обучение. То есть, мы, получается, в какой-то степени обучаем судей, которые через два дня должны нас стать судить. Вот такая себе ситуация, да. Вот. И, конечно же, было очень... С нашей стороны лекция должна была быть очень правильная, чтобы у судей не возникло ощущение, что мы их чему-то учим. Ну. Это, наверное, не совсем правильно будет. С этической точки. Ну, чтобы корректно было построено... Я сейчас вот так поменяю, потому что, мне кажется, там... Наши вещания. Вот, да, вот так лучше. Вот. И когда я вышел, я стал делать ставку на такую идею, то, что я говорю, ребята, вот вы, вы все судьи, вы сделали нас с Ольгой четырехкратными, на тот момент, четырехкратными чемпионами мира. То есть, вы, вы нас такими сделали. Благодаря вам, мы, грубо говоря, чемпионы мира, вы нас сделали свой выбор. Я говорю, давайте тогда разберем хореографию четырехкратных чемпионов мира. А наша хореография, она... Ну, С-класс. Например, там... Медленный вальс. Вы сделали? На примере медленный вальс. Я так каждый шаг своей хореографии я просто называл фигуру, которую танцуем. И, в принципе, каждая фигура есть в книжке. И можно танцевать уже в С-классе. Единственное, конечно, мы их делаем там с другими шейфами. То есть, моя была идея сказать то, что, ребята, хватит. инновационных шагов хватит. Потому что не всегда мы понимаем вообще, что происходит на паркете. И это то, что я вижу на турнирах, то, что иногда просто ради какого-то эффекта, причем непонятно иногда какого, начинается такая уже абракадабра. То есть, ну вот ужас. На самом деле... И как итог самые красивые интерпретации. Они рождаются довольно-таки из логичных соединений и довольно-таки может быть знакомых всем фигур. Просто чуть-чуть где-то вот, ну шейк по-другому выстрелил. Где-то может быть... Тайминг, степень вращения. Да, степень вращения. Где-то, да, фигуры там друг с другом соединяются по-особому. Не то, что фигуры пытаемся прилепить, которые не соединяются. То есть, это, к сожалению, тоже очень часто распространено. Пытаются соединить фигуры просто, чтобы было необычно. Но они же не просто так до этого никто их не соединял. Просто потому что так очень неудобно по весу танцевать. И пары мучаются каячиться. Хотя, да, то, что это никто не танцует, это не значит, что это будет выглядеть у вас спешл. Поэтому, ну, сейчас закончим. Очень важно, когда мы соединяем фигуры, да, именно руководствоваться не только принципом, что, ой, это так необычно, а как это натурально по движению вашего веса. Да, ну вот те танцоры, которые там прошли тоже свой долгий путь и потом начинают уже преподавать, они, конечно, ну, на себе, ну, вот как мы, допустим, с Димой, мы понимаем, что значит корячиться, когда ты из одной фигуры в другую, да, там, пытаешься себя перестроить. А что значит, корячиться, корячиться. А почему? Неплохое слово. Корячиться. Вот. А что значит, когда, допустим, фигура выглядит эффектно, но при этом вес льется, и ты не испытываешь никакого сопротивления, там, то, что тебя тянет постоянно там либо на центр, либо в другие стороны друг от друга. Да. Вот. И то, что вот Ольга сказал, уже там, прикрепить там шаги с шагами, что сейчас очень модно. То есть, если раньше было, все фигуры были классические, там, лет 20 назад, ты открываешь книжку, там, допустим, Говарда, и каждая фигура от начала до конца, она описана по восьми наименованиям. Там, с какой ноги шаг, направление, степи вращения, спуски подъема, относительно зала, все там еще, себе, наклон ритма, да, вот, по-моему, все назвал. И, соответственно, если ты, грубо говоря, я не хочу никого убить, бомж с площади трех вокзалов, нашел книжку, ты, в принципе, изучая два дня, по управу станцуешь. Ну, примерно хотя бы, ну, примерно, хотя бы поймешь, куда чем. Потому что каждый шаг по восьми наименованиям описан. Вот. То сейчас, что модно, я, извините, вернусь, то, что все пары, выходя на паркет, они концевали одни и те же шаги, хореографию. Последовательность этих фигур была разная, но каждую из этих фигур от начала до конца можно было найти в учебнике. Сейчас, что вот, берешь одну фигуру, берешь вторую фигуру, они занимаются любовью, новая фигура. И, это как, я вот всегда привожу этот пример, это как, знаете, вот собаку, берешь одну собаку породу, другую собаку породу, скрещиваешь, получается, новая порода собак, собак, да? Но если ты не знаешь, какие породы собак друг с другом скрестить, вот я не знаю, я уверен, что после моих манипуляций произойдет монстр. Вот так же иногда мы видим по хореографии то, что лепят, то, что нельзя слепить, после этого корячатся и выглядят как монстры. И чтобы этого не произошло, конечно, мы должны обрабатывать знаниями и в первую очередь сначала выучить правила. Так вот, я бы хотел, опять-таки, затронуть вот эти трендовые шаги, потому что мы тоже немножко несем, наверное, какую-то ну, респособилити, ответственность за это, потому что мы тоже иногда использовали соединения, иногда в классических фигурах делали разные шейпы или разные ритмы, и в какой момент я понял, что надо, наверное, просветить народ, простите за такое слово, мы не мессия, конечно, но хотя бы рассказывать, что мы свое делаем, что выглядит, потому что один раз я занимался в славном городе Челябинске с парой, ко мне пришла пара, я вообще в России редко раньше работал, вот до пандемии, приходит пара инер и два, они танцуют хореографию, а я понять ничего не могу, что они делают, и 20 минут я пытался разобраться, что они делают, через 20 минут я понял, что это моя хореография, то есть, насколько плохо все было, да, то есть, они перепутали спуски-подъемы, ритм, степень вращения, моменты вращения, наклоны, вот все перепутали, и я просто даже, я понять не мог фигуру, поэтому, чтобы этого не происходило, мы должны все-таки, как я сказал, учить правильно, и сегодня мы с вами разберем несколько фигур, которые мы часто используем, то, что мы видим, народ начал копировать, некоторые эти фигуры мы вообще придумали, какие-то не мы придумали, но мы знаем историю, опять-таки, очень важно знать историю, и первая наша история начнется вот с такой фигуры, я думаю, оператор Евгений к нам подойдет, он будет, а давайте сразу представим, вот оператор Евгений, смотрите, какая у нас красивая команда, давайте сейчас, сейчас я вот так покручусь, покручусь, Евгений и шарики, оп-оп-оп-оп, пошел красавчик, Анастасия Милютина, тоже так же, мини-коннор, значит, опа, и, конечно же, звезда нашего экрана, Дана, видите, вы засмучали, это наш менеджер, она вообще, они все делают вообще круто, так вот, и сейчас, вот мы, ребят, представили, теперь Евгений будет оператором, Евгений, а мы покажем, мне себя снимать, да, ты себя снимай, конечно, мы начинаем с двойного обратного, и с позиции променада, Евгений, сделаем так, чтобы ноги только были, как сделать? Ноги, чтобы вы видели, не, а не того, вот, а, криво, как вы видели, ну, не, вот смотрите, очень популярная сказка, из променада, когда мы выходим, танцуем двойного, чей чиноверяршим? Мне почему-то кажется, что Евгений такси оператор, короче, сейчас мы делаем так, смотрите, они с Ольгой танцуют, Евгений, а я снимаю, понял, мы так тоже можем, давайте. Так себе. Не, не, все видно, все нормально. Мне кажется, хорошо это было. Не, снимал, снимал, я вот снимал. Я думаю, вы увидели шаги, Евгений, продолжайте быть оператором, теперь мы начнем чуть-чуть объяснять. Хорошо. Смотрите, ребят, то есть, что, что надо понимать? То, что классический двойной обратный, классический двойной обратный, это начинается партнер с левой ноги, партнер, соответственно, с правой ноги, и на счет раз мы начинаем. И на счет раз мы начинаем. Да? То есть, если мы ставим, ну, мы можем чем-то посетить. Раз, два, и, три. Ну, если вы крутите, да, это, что же скинь. Это с оверспином, да? Совсем классический двойной обратный, это соответственно вот этот шаги. Раз, два, и, три. Так вот, Илья, ты можешь пока поставить, я быстро расскажу, откуда родился двойной обратный с променада. Мы с Ольгой работали в славной стране Молдова, в Кишиневе. И, ну, было всего по 12 уроков. У меня 12, у Ольги 12, и у Фабио Селми 12. А мы очень хотели с Фабио Селми заниматься, и мы такие, давай еще. И вот мы вот эти вот уроки, у нас 13-14, я никогда не забуду, что Фабио уже сидел, ну, короче, в 11 часов вечера пошла кровь из носа, то есть он сидел на стуле, вот так вот, а у нас сил танцевать не было. И мы решили придумать какие-нибудь интересные интерпретации. И совершенно случайно сделали двойной обратный с променадой. Но на самом деле это не двойной обратный. Это смесь синкопированного телемарка и первая часть, это синкопированный телемарк. И вторая часть, это уже окончание двойного обратного. То есть смотрите, что получается. Я надеюсь, мои ноги будут виды. Чуть-чуть, можно дать, может, на другую часть. О, вот так хорошо. То есть я сейчас сначала попробую. Вот смотрите, если двойной обратный у нас начинается с каблука на счет раз. Если мы идем из променада, у нас получается три, раз, это с правой ноги. Дальше по ритму, раз, и. На и у нас эту половину счета, это символ. у нас уже времени на каблук на целый перекат нет. Да? Здесь носок. И опять же, если мы нацуем просто классический телемарк, у нас получается раз, два, и три. Да? А если мы нацуем синкопированный телемарк из променада, я бы вашу подпишу, получается раз, и, мне как бы страшно, и два, три. Соответственно, тут начало из променада, это не двойной обратный. это начало синкопированный телемарк. То есть, если мы с вами танцуем классический синкопированный телемарк, тогда у нас получается раз, и, два, три. И вот теперь, смотрите, мы соединяем эти люди. Начинаем как классический синкопированный телемарк вот до этого момента, а вот сейчас я уже до конца полу-вы-двойная и допустим честь удаляется. Что здесь очень важно по механике? Партнер вообще принят. Ну, как принят. Конечно, сложно, но наибольшая проблема в партнерше. Так, здесь, смотрите, ребят, у партнерши задача сильно не обращать корпус. То есть, если вот, я покажу фронтальненько, вот я двигаюсь в променадной позиции. Дальше, в момент, когда мне нужно закрыться перед партнером, мне очень важно повернуть нижнюю часть, но оставить тело в таком же положении, как я была там сзади. То есть, у меня поворачиваются ноги, у меня поворачивается голова, так что я, допустим, если я ее не вспоминала, сейчас сейчас скажу, у меня головой уже открытой, и здесь, допустим, я поворачиваю ноги к голову, тело остается в том же положении. И, девочки, здесь очень важно вам приготовить ногу довольно-таки широко под твой правый локоть, чтобы, когда вы соберете ноги на кабучный поворот, у вас ноги не уж не пропадают. То есть, база работает очень широко. Девочки, пишут то, что не все смогли попасть, есть какой-то технический сбой, пока больше чем 500 человек не принимает, работаем над этим, надеюсь, доподкручится народ, у нас, я так помню, должно было быть проверить тысячи, но 500, те, кто попали, молодцы, вас поздравляют. Так, значит, не чается, я сейчас не сперминаю позицию, но я сейчас оставляю волну сразу же закрытой, у меня будет меняться только база, раз, и тело в том же половинке, нога готова уже под правый локоть, широко, чтобы в момент, когда я вхожу партнера, у меня все равно оставалась дистанция между стопой и ногами партнера, потому что самая распространенная ошибка, когда партнершик из партинада когда-нибудь с этим, да? Да. А ты делаешь? Это может тогда что-то стопой самая распространенная ошибка, когда девушка тебе говорит «Тебеет партнер…» А как бы надо стопсулькать, он вообще классный. Не, не, нормально, нормально, нормально. Поэтому сейчас хозяйство, если вот так… «Тебеет партнер, так, пусть я не увеличила базу, но потом во время вращения у меня ноги очень близкие, и я вот все». То есть сразу такой водитель антобуса. То есть что важно, если мы сейчас сделаем правильный вариант, Олья не будет говорить, потому что она ее будет не слышно, она откроет на тропе. Вот в этот момент она повернула базу, вот видите, как вот эту часть, попку, повернула, а тело, я все еще чувствую ее там. То есть она ни в коем случае не соединяет плечи и бедра, могу линии. И вот дальше мы вращаемся. Также смотрите по поводу забереванного сустава, я думаю, даже на вам будет легче объяснить. Хоть мы и в черном, но я бы легче вам показать, если у нее были желтые штаны, допустим, цветные, да, но, вот, если мы идем из кромената, стоп, мне надо ее закрыть. Вот мы сделаем следующий шаг, шаг, стоп, чтобы она закрыла базу, соответственно, у нее должно правое бедро вращаться влево, то есть вперед, либо, секундочку, либо левое бедро надо и вот этот момент как раз очень важен, что партнер может помочь партнерше, если он из позиции прогнад, сейчас я сделаю на расстоянии, чтобы было видно, что я своим позамерным стоим правом, я иду чуть назад, тем самым мое бедро, вот эта часть, это же ци, оно начинает партнершу двигать в эту сторону, и она начинает поворачивать, то есть вот эта моя рука, которая немножко цветная, хотя бы, чтобы было видно, вот это мое правое бедро, оно начинает превращать, то есть мое действие, если я сейчас встану, так, как не знаю, что было видно, секундочку, я подумаю, я думаю, бок, бок, вот я встан, да, вот, из-за этого положения, смотрите, не вот туда вращение, тогда сразу я ее провоцирую на разворот, я правым бедром как в дороге назад, я сейчас выможу утрированно показывать, сюда, да, но это как раз действие, которое помогает как партнерши, закрыть бедро, стать базой передо мной, вверху все еще там, и опять же, это действие помогает мне не отвалиться назад, чтобы корпус продолжает двигаться вперед, то есть, если я встаю, раз, и, вот этот момент самый важный при входе в эту секунду, то есть, если мы сольщики покажем, у нас оператор ушел уравно, но мы постараемся не вылезать за пределы, два, три, это внутреннее действие, которое не влияет на верхнюю линию, то есть, если вы посмотрите, вверх стоит на месте, сейчас я в другую в сторону встану, надо позиция, раз, и, так, чтобы не было вот этого, все, после этого вращение уже не получится, вот это вот начало, оно самое важное, если мы с вами разбираем сейчас вот эту связочку, которая переходит потом в районную обратную в change of direction, получается, что у нас change of direction, он не имеет первого шара, то есть, у нас первый шаг change of direction, это последний шаг с лепивой, поэтому, ребята, здесь очень важно немножечко сбавить скорость в то время, когда вы танцуете в районную обратную сверху, чтобы вы могли станцевать последний шаг с лепивой, уже как бы первым шагом change of direction. Я смею, покажу, а вот, как-то прыжу, зайти туда, да? Да, да, зайти, то есть, мы заканчиваем в районную обратную стоп, здесь очень важно тормозить в паре телеведии. Мы когда закончили, у нас тело в струнке на круг, да, не друг на друг другом. То есть, да, почему важно тормозить, чтобы партнер еще отреживаться, еще левой стороной вперед, партнершу правой стороной назад. Так, что мы делаем? закончим. И вот, получается, последний шаг с лепивой, вот сейчас, партнерш слева, на этот партнерш справа, это уже первый шаг change of direction. поэтому мы должны только удлинить, только потом поставить по дну. То есть, очень частая ошибка, распространенная, когда парень продолжает на динамике танцевать двойной обратной, опускается сразу в ногу, и получается, что у них нету разгона для чьих direction. И вот сейчас он не туда удлиняет, что позволяет мне сохранить динамик. То есть, если мы сейчас все сделаем без столовки, я сейчас буду как это, fast and furious. надеюсь, Сергей не успеет поднимать. 2, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 3. Что, он там успел? Конечно. То есть, мы сбавляем скорость вращения, мы сбавляем немножко скорость вращения наверху, чтобы проконтролировать, чтобы мы входим в этот шаг, партнер левый с придомом в тюрьм шагу, но это нам помогает избавить скорость перемещения. То есть, мы сохраняем вот этот как раз динамик. Да, то есть, давайте мы еще раз покажем две стороны, еще раз, то же самое, но теперь уже в полной позиции. Динамика во время вращения она не теряется. Мы не только точнее, в тюрьмоменьку. как итог, я надеюсь, видно было. это две классические фигуры, сикопированный телемарк и двойной обратный поворот и чей-то ударяшка, которые совмещены между собой с уважением опять-таки механики в каждой из этих фигур и, соответственно, сразу же все понятно, что происходит. Мы двигаемся дальше. Да, двигаемся дальше. Теперь, наверное, ну так как мы старые, я, точнее, старые, а у меня скоро день рождения. Я еще старше стану. А Ольга всегда молодая. Вот, а я старый. Но так как нам нужна передышка межсенсуальная целых два этих самых двойных обратных и теперь нам надо отдыхать неделю, теперь покажем следующую связку, которая очень популярна на турнирах. Вот опять, ребята, те, кто, знаете, пришли и думали, что сейчас мы вам расскажем, как легаться ногами, как делать голодь. Наверное, вы пришли зря. Вот, потому что, да, вот эти вот, Евгений, пожалуйста. Вот еще одна очень популярная вещь. Мне кажется, у меня лучшая будет. Поехали. Эй! Ууу! Вот, если вы планировали увидеть какие-то такие фигуры, простите, но мы не за них, мы все-таки пытаемся уважать классику, которая может быть как-то модернизирована в какие-то моменты, да, но все-таки с учетом определенных правил. И следующая связка, опять-таки, это будут не какие-то странные вещи, это очень популярная связь, которая родилась на самом деле очень давно. Сейчас вот Евгений и Анастасия. Анастасия, мне кажется, вообще мало внимания. Мы сегодня уделяем Анастасия. 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 Зайдите в камеру. Анастасия. Вот. Мы попробуем сейчас танцевать сначала классический вариант, классик-классик, которым, не знаю, 30-40-50 лет. Follary Reverse Sleep Pivot Change of Direction. Классический вариант. Так, пожалуйста, Евгений, теперь оператор, я. Как далеко ушел, встань туда. Вот. Я еще в цветы. А, хорошо. Чтобы в цветы не войди. Тогда не войди. И. Раз. И два. Три. Раз. Два. Три. Окей. Я думаю, что все вы знаете эти шаги, они классические и так далее. Вот. Теперь смотрите. Если... Евгений, можешь один станцевать? Олечка, можешь покрутить камеру? Если я буду показывать Евгений. Ритм шагов. То есть, если это медленно вальс. Раз. И. Два. Три. Раз. Часть ударов и я считаю стараться. Раз. Два. Три. Или там, четыре-пять. Читаю. Есть ли это медленный факс-строк. И. Раз, два, три, четыре. Для того, чтобы создать более сильный эффект change of direction, решили, чтобы синкопировать в полови и, соответственно, на счет раз сделать не первый шаг change of direction, чтобы это не на первый счет, а на первый счет вот этот шаг, тем самым создавая большую энергию, то есть если мы сейчас, ну не знаю, я просто танцую, можно? Если я танцую, раз, и два, и три, раз, если это медленный вальс, и раз, и два, не раз двою, если это медленный вальс, раз, два, и три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, если это факт строго. И тут что очень важно, я думаю, что многие танцуют от связки, давайте Евгений покажем уже в паре с Анастасией. Я думаю, все вы знаете эти шаги, многие даже из вас их танцуют, медленный вальс если. Раз, и два, и три, раз, два, три. Вот смотрите, что тут важно понимать, что теперь у нас поменялись не только ритм, но в связи с ритмом мы меняем и фигуру немножко. То есть если у нас в классике был фоловей-реверс-слип-пивот, что это такое, если более чем пока ждали ноги. Вот получается, смотрите, вот это вот, это фоловей, вот это если это слип, когда ножка вот такую тупу рисует, это слип, а дальше это пиво. И он, естественно, танцуется вкручиванием в пол, да, то есть пятку мы ставим на кому в конце вращения. Если мы хотим создать символку, то уже не слип пиво мы танцуем, а тоу пиво, то есть подушечный пиво, и это действие не вниз, а наверх. Получается, раз, и два, и еще экстра подъем, и, и три, раз. Для чего это сделано? Идет ускорение, и нам надо быть, ну, помимо того, чтобы быстрее, да, еще чтобы было место в ногах. Потому что если мы оставимся в классическом варианте и станцуем слип пиво, а так как это быстро, нам там ноги будут мешаться очень сильно. У нас нет энергии, которую как раз взять на этот взлет. Поэтому если Евгений сейчас сейчас танцует в ряд уже столбивотом более быстро, получается, смотрите, раз, и два, и три, раз. Евгений, я очень плохо камеру ввел, давайте еще раз. Тут у меня камера зацепилась, тут за что-то не важно, еще раз. Раз, и два, и три, раз. Я думаю то, что это видно, что они там делают подъем, а теперь я попрошу сделать все то же самое, но станцевать не то у пиво, а слип пиво на синкопированном действии. Синкопированный, да? Да, но сделать неправильный вариант. Синкопированный, но при этом остаться внизу. То есть сразу же посмотрите разницу в действии. И раз, и два, и три, раз. Но все равно они, конечно, до конца они делают. Да, они, конечно, все равно это было не так плохо, как я ожидал. Сейчас все равно через столб пиво сделаете? Уже они, Никитина, вы не могли бы насрать? Прямо слепи. Прямо надо, прям, ну. Все равно как в столб пиво делаете, делаете слепи, вот такой. Там скорость большая. Ну вот да, поэтому и ты хочешь, чтобы получилось. То есть не должно у тебя получиться. То есть не должно получиться. То есть если внизу остаться, по идее вот здесь проблемы. Вот они попытались все равно смочь, но вы видите, движение сразу тяжелое становится. И в принципе парирование, ну просто тяжело. Там на самом деле еще... Он что-то говорит. Да, там на самом деле еще для партнера немножечко страшно, потому что нога партнерш, колено. Уважаемый Евгений, а скажите, страшно в каком плане партнеру? Ну, колено куда-то метит? Да. Если мужчины хотят остаться мужчинами, поднимайтесь наверх. Не давайте ей шанс. У меня инстинкт сразу вот так вот. Инстинкт самосохранения сделать как? Мы же вам говорили то, что мы вам покажем. У-у-у-у. Да. Давайте еще. Теперь правильный вариант. В другую сторону можешь? Теперь оттуда. И... Раз, и два, и три. Раз. Он так близко приблизился, что я вообще ничего не смог сказать. Приготовились. Еще дальше в кусты встань. Метр. Во! У Анастасии было великолепно. Раз, и два, и три. Раз, два, три. Красавчик. Ну, я думаю то, что это тоже видно и понятно. Я бы... Так вот сюда. Да. Я бы еще на самом деле там маленькую дал бы вам детальку. Секретик небольшой. Небольшой секретик. Вот. Очень часто одна и та же фигура у нас танцуются абсолютно по-разному в зависимости от предыдущей фигуры, последующей фигуры, степени вращения и ритма. Да? То есть, как вы видите, у нас ритм поменялся, поменялась механика. Уже там не вниз мы идем слепим, а наверх тупим идем. Также, если мы берем, допустим, степень вращения, если я сейчас Евгения попрошу еще сильнее закрутиться, также меняется механика. То есть, если ручка сможет направиться, то можно наноситься ритм. То есть, какое у нас взаимодействие в классическом варианте половинь, реверс, слепи? У нас получается рецепт. Правая сторона партнера в сторону. Половинь – это правая сторона партнера в центр партнерши. Дальше, слепи, вот мы ее в конце закрываем право направо, и соответственно, чечен речи право, право, право. Да? То есть, очень такой классический вариант. Но если у меня идет вот этот толп пивок, да, и там сильное, быстрое вращение, еще и степень вращения больше, я чуть-чуть меняю взаимодействие. То есть, начало оно точно такое же. Начало половины закрыты позиции право-право. В половине правая сторона в центр партнерши. А когда идет толп пивок, я сначала смещаю партнерши на левую сторону, а потом возвращаю обратно. Чтобы был эффект, что она чуть-чуть опережает мое вращение, и она помогает мне никуда-то другим. То есть, сейчас, я имею в виду, я буду сказать, как будет странно. Мне кажется, если я с другой стороны встал, то будет лучше ее вращение. То есть, если я вот здесь право-право, право-право, моё право-право, моё право-право, и дальше смотрите, если я вот здесь право-право сделаю, и он включился, она у меня остается плавным. чтобы этого не было, из позиции плавея, когда я идут на толп пивок, то есть, больше 7 вращений, я ее чуть-чуть смещаю, ну, ближе камеру. Я думаю, здесь важно делать. То есть, из этого плавея я ее чуть-чуть смещаю на левую сторону. Она на левой стороне, на левой, и потом я не поворачиваю с правой стороны. Конечно, если мы обсуждаем, вот сейчас я подойду поближе к грудью к вам. Настя, не ты грудью, а я грудью. Настя, не надо своей грудью показывать в камеру. Вот у меня рубашка вот, центральная линия. Вот это моя правая сторона, да, вот она. Вот это левая. Вот когда мы говорим про правую сторону, мы можем ее использовать довольно-таки всю. Да, то есть я вам сейчас покажу. Партнерш может быть и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. Про левую сторону мы не можем использовать ее всю. Левая сторона – это максимум два сантиметра от центра, чтобы мы шире ее туда ставили. Поэтому Евгений сейчас еще раз танцует. Обратите внимание, это не так сильно видно, это не так сильно видно, но внутри они меняют взаимодействие, что позволяет им остаться в хорошем балансе в конце change of direction. и раз, и два, и три, раз, два, три. Да. То есть, опять-таки, я просто тоже помню, там один из уроков в Англии, там приходишь, тебе говорят, левое вращение право-право. На другой урок приходишь, тебе говорят, нет, ты что, лево-клево. И ты не понимаешь, что делать. То, что я понял, вот если мы с Олечкой, мы приветствуем опять Олечку, давайте, бурный аплодисмент. Если я танцую, там, допустим, левый поворот медного фокстрота, каблучный у него там идет, степень вращения не очень большая, я оставляю право-право. Но если у меня идет левый клево, то есть, если вы смотрите, я сейчас покажу, левый поворот фокстрота, я оставляю право-право, я не меняю абсолютно внимание. Но, если у меня идет левый пивот, смотрите, что может произойти. Если я оставляю право-право, то есть, больше степени вращения, больше метр, если я закрою здесь левый пивот, то здесь уже в конце мне тяжело, потому что она у меня подмощность съезжает. Поэтому я использую, если я сейчас перед вами встану, очень утрированную, сейчас мы не до такой степени, но все же идем. Ее сместил сюда, а в конце менял обратно. То есть, поворот это, знаете, как латинка, я-хо-так, я-тук-так. То есть, когда вверх переезжает вниз. Вот тут партнерша чуть-чуть ее смещаю на эту левую пивот. То есть, если на правой стороне, вот уже не сейчас, если я на заданнуюсь, проблем нет. Но чем больше я вращаюсь, тем больше у меня проблемы. То есть, когда очень большая степь вращения, мы меняем взаимодействие. Тогда в конце у меня проблемы с балансом и взаимодействием. Я думаю, это понятно. И я думаю, извините, что мы вас задерживаем. Надеюсь, мы вам не надоели. Сколько у нас там народов? Сейчас я посмотрю. Так. 498. У нас он очень изменился. Ну, видать, все-таки кто-то там не дошел. 499. Ну, мы постарались. Мы сделали все возможное. Ребят, еще мы хотим разобрать вам кусочек танго. Очень популярный. Все его танцуют и честно. Никто не понимает, что это такое. Вот раньше, да, допустим, там идет Black Hawk. И все 20 пар на паркете начинают шаг пиро, левый поворот, пиро в луч. И итальяшкам, извиняюсь, итальянцам. Сейчас же все важно. Аккуратнее, толерантнее. Black lives matter. Italian lives matter. Все lives matter. Короче. Ballroom dancers lives matter. Peace people. Вот. И было так. Вот 20 пар начинают одинаково. И итальянцы, которые такие пираментные, артистические народы, они пытались, ну, как-то выделиться. И вот что часто бывало, да? Вот они вставали. Не видно. Да. Вот. И все начинают, там, взяли. Макс Фрот с шага пиро. Да? Береги шаг, пошли шаг пиро. И такие, там, люди танцуют. Начинают. Береги шаг. И такой, хренак. И женскую партию. И все такие, вау, вау. Ну, понятно. Прикольная идея, когда партнер неожиданно меняется. Раз, он женскую партию бейзика танцует. Второй такой интересный момент был, который я, честно, не очень любил, наверное, смотреть. Потому что, наверное, у меня не такие музыкальные уши, как у итальянцев или у кого-то еще. Они меняли ритм. То есть, шаг пиро, допустим, танцуется у нас. Есть мои ноги беды сейчас. Да, допустим, танцуется. Раз, два. Три, четыре. Раз, два. Такие там, как Массимо Джорджани или Александр Фирмы со своими великолепными партнершами. Они меняли на три-четыре. Раз, два. Три-четыре. Раз, два. Это не значит не в музыку, это тоже в музыку. Так же, как, допустим, если квик-степ я танцую, я могу сделать степ-хоп на раз, два. Первый степ-хоп на три-четыре, второй. А можно сделать три-четыре, пять-шесть. То есть, наоборот. Это не значит, что не в музыку. Это, ну, смена слова. Ну, то есть, ничего страшного. Но мне немножко этот слух резало. И третий момент, который они пытались выделяться, это были зеркалки. То есть, зеркальное отображение определенных фигур. И великолепная пара в лице Мирка Газоли Алис и Бетти, ну, для меня одна из лучших пар, наверное, мира за всю историю танцевального спорта. Или просто танцев, можно слово «спорт» не использовать. Они сделали зеркальное отображение от одной очень популярной классической связки в танце, в танце. То есть, была такая часть. И я думаю, 80% пары – это часть танцевания. В половине моего свиньбива, который мы тоже посередине выкроем в танце. Раз, два, три, четыре. Телеман. Раз, два, три, четыре. Телеспи. Пять, шесть и семь. Подставка, да? Это вот классическая связь. Ну, еще раз. Очень много пары. Сейчас мы еще раз танцуем. Где за собой? Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два и три. Четыре. Закончили ряд выступа. И Мирка и Олеся, они решили сделать зеркальное отображение этой фигуры. Не этой фигуры, этой связки, простите, этой связки. Что получилось? Начинается телеманк. У меня половая осталась. Да, начало половая осталась. Но уже слепива-то не было. Там есть слив без спины. Получилось. Все копировали в половине. Раз, два и... Слив! Без спины, да? Три, четыре. Телеманк вправо. Похоже делает Камбучу. Телеспин вправо. И подставка. То есть, как итог, это как зеркальное отображение классического цвета. Я думаю, что сейчас 80% пар мира танцует вот этот вариант. 80%. Ну, во всяком случае, я на турнире вижу просто N-ное количество пар. Ну, мне кажется, 4 из 5 уж точно. Да? 80% пар. Сейчас я станцию ее побыстрее. Я думаю, вы ее сразу же узнаете. Какая позиция? Евгений, надеюсь, она позовнает вас впереди. Да. И... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз. И... Когда Мирка с Олесей начали этот кусок делать, он почувствовал, что когда Олеся делает каблучный, она его сильно тормозила. И он попросил ее делать маленький шаг. То есть, сейчас вот Ольга тоже не делала каблучный, а сделала маленький шаг. Тогда динамика не останавливается. Вот так развилась эта связка. То есть, если мы смотрим, я сначала на структуру, получается еще раз. Половина синкопирована. Слив без пивота. Телемат, ну опять, уже нет каблучного. Маленький шаг, чтобы не останавливать динамику. Но маленький. Что сейчас все партнёжи делают? Огромный шаг, и партнёр не может обойти. Маленький шаг. Телеспин вправо. Вот этот вот затык здесь идет. Давайте его чуть-чуть, чуть-чуть совсем разберем. То есть, я думаю, что все прекрасно понимают позицию телеспина. Ну, надеюсь. Классическую. Вот это зеркальное отображение в другую сторону. То есть, что у нас происходит? Если я сейчас мужскую пару покажу. У нас получается правая, ну, если классический мужчина, правая стопа под шестой, левая под 90. Окей? Далее. Когда вы партнёжи на один экстра шаг, или больше. Соответственно, когда она делает этот один экстра шаг, партнёр подворачиваем в каплю. Потом другую. Если я делаю телеспин вправо, ситуация точно такая же. Практически ровно, по 90. Теперь, когда она делает шаг. Подвернул. 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 Тем самым, я с вами левым коленом, вот если нормально телеспина, обычно классический ревер. Я её над этим коленом веду на вращение. То есть здесь я левым коленом веду на это вращение. Теперь мы сделаем этот пар. Битмейкер Дмитрий. Я надеюсь, будет лито мой стоп отсюда. Вот я встал. И теперь. Раз, вистан. И потом уже пошёл на вращение. Очень многие танцуры, извините, сейчас я последний скажу. Очень многие танцуры путают связку с твистовым поворотом. Это не твистовый поворот. В твистовом повороте возможно путь вставить твистовый поворот. Не знаю, что его здесь нельзя сделать. Может, но твистовый поворот, во-первых, ноги у партнёра в закрест идут. То есть если я ещё раз покажу. Доказать, чтобы я, наверное, доказался легко. То есть тогда у партнёра ноги идут в закрест. И по кресту идёт outside. Вот и произошёл вистовый поворот. И этот outside. В натуральном телеспине партнёра идёт inside. Вовнутрь. Не старую партнёру. Шаг. Она идёт inside. И дальше как пью. Что важно для девочек, да? Потому что очень многие танцуют это через шоссе. И получается, девушка, когда мы с вами приходим на правую ногу, да? И дальше очень важно, чтобы у нас был шаг вперёд-вперёд. Корпус вращается. Но ноги всё равно направляют в наш центр по движению вперёд. Если я в этот момент вместо проходящего шага начинаю делать шоссе, у меня плечи и бёдра соединяются, и ноги выходят в партнёра. Да? То есть нам очень важно здесь как раз сохранять вот эту линейность, направленность движения. Ещё раз. Так. И теперь я говорю вперёд. С левой ноги вправо вперёд. И потом спила на левую ногу под ногу. То есть нижняя часть, она вас очень таким образом стабилизирует. Потому что когда мы вращаем всё вместе, да, это сразу бросает ваш вес в руку партнёру. Да. И есть также интерпретация этой фигуры, когда девочка чувствует себя плохо, то её походу делал ташки. Когда есть вот это вот. Я. Да. И партнёра. Я не так делаю. Ну да. Ну да. Она такая домашняя. А кто в поле голубит, наверное, ещё раз не будет. Я. У тебя есть такой? Конечно. Да. Да. Я. Ну, девочки, да. Опять здесь очень важно. Если вы хотите сделать какой-то эффект в голове, это в первую очередь не должно отражаться на вашем движении и на форме партнёра. То есть если вы делаете не голову, а просто туда тело падаете, и ещё партнёр в этот момент вас контраблазирует. Не, они там делают. Там такая темная, грязный, нет, грязный танц. Там грязный танц. Там грязный танц. У-у-у-у. Еще, еще, да. У-у-у-у-у. У-у-у. Поэтому, когда мы делаем на скорость какое-то действие в голове, очень важно в первую очередь подготовить тело. То есть лопатки, они должны быть у вас максимально направлены к партнеру. То есть, по сути, я делаю, допустим, без головы какое-то действие, или я делаю головой, это не должно вообще никак отражаться на лечении. Поэтому первое, постарайтесь, пожалуйста, доставить корпус, а потом уже, если вы можете в этом состоянии себя закрепить, чувствуете, что стабильность не теряется, главное, чтобы вы его не раскачивали. И мальчики, не провоцируйте партнершу, не создавайте ей вот это пространство. Она же на скорости, ей наоборот нужно поддерживать, да, то есть ни в коем случае не вот этот вот объем не увеличивать. Да, и все мы сделаем. Евгений, а как раз мы выстрелили? Ну, сверили. Сверили. То есть ни в коем случае никакое не растяжение в теле, это только, когда у вас падает голова, но за счет того, что лопатки, они очень сильно напарлены, у вас не идет загрузка на шею. Давайте попробуем сделать еще это у себя слабее, быстренько. Активно. Классно. И, пожалуйста. Фу. Выдну. Да, да. Мы еще честно, мы хотели еще рассказать вам про топ-спин фокстроте, но уже просто времени, мне кажется, много, все уже спать хотят, а мы еще... Ваши вопросы, мы сейчас быстренько на все ответим. Да, и мы перед тем, как, конечно, закончить, ваши вопросы пока вы там составляете, мы их обязательно почитаем. Евгений, поставьте мне стулочек, пожалуйста. Ну, да. Упс. Ну, как я так сяду за стол? Застолся, если мне надо. Ага. И второй стулочек, если можно? Да. Олечка, садись. Садись. Да, мы бы хотели вам, пока вы вопросы задаете, сейчас я телефончик возьму, да, чуть-чуть рассказать про марафон, который мы будем делать 15, 16, 17 декабря. Не, Анастасия, иди к нам, если хочешь, тебе мало сегодня было в эфире. О, смотрите, у нас как будто два нимба над головой, мы как... Да. Вот, и будет он посвящен шейпу, на самом деле, Юджин, идите ко мне сюда. Вот это вот человек, которого два метра красоты, вы знаете, ну, это было не самый красивый шейп, когда мы его встретили. Евгений, покажите свою натуральную позицию обычную. Нет, повернись боком. Спасибо. Ну, это он сейчас так, а когда он пришел... Оль, Оль, я. То есть, вот сколько раз было... Настя, Настя, вот иди сюда, Настя, иди к нам. Скажи, пожалуйста, сколько раз... Заходи, заходи. А, сейчас она натуральную поправит. Настя, скажи, пожалуйста, сколько раз было такое действие, когда он забегал в тренерскую и делал так... Ну что, я ровный? А сейчас... А сейчас правое плечо не торчит? Не, я такой... Вот так. Да, и на самом деле были определенные проблемы с шейпом. Сейчас я могу сказать то, что эта пара, ну, наверное, с одним из самых красивых шейпов. Почему одна из самых красивых? Потому что все еще я еще танцую. Я пока еще лучше, чем он. Вот, пока что. Вот, но мы будем, конечно, разбирать серьезные темы, как создать шейп. Сейчас это очень модно, популярно, и на самом деле это очень большая, большая тема и очень серьезная. Потому что многие пары сейчас, конечно, ударяются вот эти заполнения, создание шейпы. Ну, без шейпа сейчас танцевать невозможно, просто невозможно. И если вы неправильно их создаете, это катастрофа. Ну, да, потому что одно дело позиция, да, ваши суставы, то, как вы себя выставляете. Но другое дело объем, который вам нужно сохранить во время движения. И где-то он нам помогает, а где-то он нам мешает. И те действия, из которых, в принципе, складывается, да, вот это создание динамического объема и, ну, его же шейпа, они на самом деле у нас, ну, во многом связаны с базой. И многие пары, как раз создавая просто шейп ради шейпа большого, не используют в этом создание как раз нижнюю часть. И поэтому во время движения это просто все становится очень физушно, да, и как итог какого-то натурального передвижения его, к сожалению, нет. Потому что низ не задействован, низ не направляет вас в эти растяжения, а получается, что вы только просто, ну, как бы носите. Да, 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 эту раму. И опять вот то, что сейчас я даже почитал немножко вопросов, там пишут, а как бороться с правым плечом? Ребят, вот тоже вот, это вот наш опыт, мы тоже там пытались с одним действием, с другим действием бороться. Если вот база не то сделала, вот внизу, вниз, то создание наверху, как бы вы там ни старались, как бы вы там ни пыхтели, уже невозможно, просто невозможно. И мы как раз на онлайн-марафоне будем разбирать от А до Я очень подробно, вот на самом деле очень подробно, всевозможные шейпы. Мы вам дадим систему, при которой вы можете создавать любой шейп, который вы хотите. Если вы понимаете последовательность, то зачем технические моменты, просто вот система. У нас вот, мы выработали определенную систему, которая работает, ну, и на нас, и, соответственно, на наших учениках, и поэтому мы уже ее проверили годами. И опять-таки на марафоне мы будем давать упражнения, и есть там тоже такое упражнение, которое, вот если вы его знаете, я вам честно говорю, если вы знаете, у вас вариация, любой шаг вариации вы можете по этому упражнению проверить. Любой шаг. И понять, какое действие вы не доделали. Вот. Это, конечно, очень-очень действенно. Вот то, что, наверное, ни для кого не секрет, что у нас ученики с очень хорошими позициями, с красивыми шейпами, но это все не потому, что они такие родились. Родились они вот такими, ребят. Вот видите, Анастасия не останавливается тренироваться. Я ее застукал. Вот. И очень-очень важно, конечно, само понимание. Как вы сегодня услышали на лекции, когда мы, наверное, все вам рассказали, описали, откуда чего родилось, тогда сразу и понимание легче все это сделать. Ну да, просто сейчас очень модно танцевать с большими шейпами, да, и как бы это тенденция, конечно, мы тоже чувствуем и ответственность на нас, потому что, ну, как бы модно на большие шейпы, в том числе и мы вели, да, и поэтому, чтобы как бы пары продолжали все равно развиваться в грамотном русле, мы поэтому считаем, что, ну, как бы наш долг отчасти донести до танцоров, да, максимально как бы распространить, да, вот эту вот идею, как же все-таки правильно создавать большие шейпы и, в принципе, где он нам нужен, а где он нам мешает, да, потому что вот это вот тоже везде большой шейп, он не всегда полезен. Да, 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 то есть важно понимание, когда это создавать. И мы на марафоне, потому что вот первый марафон «Идеальная позиция», ночь прошел, сейчас я тоже вот читаю вопросы, вопросы про позицию, как сделать, чтобы не торчало там тоже правое плечо. Все, у нас был как раз онлайн-марафон, это тоже один из модулей нашей онлайн-школы, очень-очень помог многим ребятам, было у нас 300 человек на марафоне, и, конечно, если вам интересно, купите марафон в записи уже по самой позиции. Ну да, там мы все очень детально разбираем, и про плечо как-то. Конечно, на онлайн-школе еще было более детально по позиции, там у нас вообще, я вам честно скажу, у нас в онлайн-школе было, сейчас я спрошу менеджера, сколько часов на позицию у нас было? Насколько я помню, 3,5. 3,5 часа у нас видео на позицию, там суставы рук, энергия, лопатки, плечи, кисти, центр, вот вообще все, что касается постановки позиции, сохранения позиции, там все это было описано. И когда, опять-таки, для многих, кто уже прошел марафон по идеальной позиции, он, конечно, очень был удачный, очень рекомендуем как раз про шейп поговорить, потому что вся эта информация, она сочетается, и, опять-таки, цена, мне кажется, совсем небольшая, да, то есть, что такое марафон, как он проходит? Мы вам ежедневно даем полезность определенную, то есть, это будет лекция 45 минут, и ответы на вопросы. Вот так сегодня была лекция, мы еще сейчас в конце вам ответим на вопросы, вот будет примерно так же, надеюсь, только без боев, конечно. Вот, и после этого мы вам даем домашние задания, как для одиночек, так и для пар, да, то есть, не важно, где вы будете делать эти домашние задания, хоть дома, хоть в ванне. Ну, в ванне, наверное, не надо все-таки, вот, ну, дома вообще спокойно. Нет, ну, потому что мы понимаем, что сейчас условия у всех разные, кто-то сидит еще на карантине, да, кто-то, у кого-то нет возможности в зал попасть, поэтому мы стараемся как раз, чтобы вы это время использовали продуктивно, да, допустим, могли все равно какие-то тренировки делать дома. И как раз продумываю упражнение, чтобы это можно было и на небольшом пространстве сделать, и в том числе можно было по одному что-то потренировать, что пока, допустим, да, многие ребята не могут встретиться, кто-то живет в разных городах, да, кто-то, вот, опять-таки, сидит на карантине, там, у себя на даче и так далее. И у вас будет материал, который вы можете отработать поодиночке, и потом, наконец-таки, встретившись в зале, вы уже сможете опробовать это на паре, да, поэтому мы вот вам предлагаем такую возможность, где каждый может что-то сделать полезное, да, и не терять, так скажем, время, пока вот мы сейчас все в таких условиях. Да, опять-таки, возвращаясь к марафону, как вообще это все будет происходить, у нас будут чаты в Телеграме, куда мы вам будем присылать задания, и вы нам там будете им их сдавать, и мы вам будем давать обратную связь, да, то есть, каждому будет индивидуальный подход, опять-таки, это наше личное внимание, то есть, общение живое с нами сразу же, определенная, опять-таки, полезность, и это очень, очень, конечно, помогает, то есть, не просто, вот, как сегодня, мы просто лекцию прочитали, и, в принципе, дальше, ну, идите в зал, пробуйте. А тут мы вас прямо вот домашними заданиями, мы вас проверяем. То есть, старались ли вы правильнее или неправильнее. Чтобы получилось отработать то, что вот мы, как бы, обсуждали как раз на сегодняшнем занятии. Это как каждый день у вас будет по мини-индивидуальному уроку, то есть, сначала вы послушали информацию, получили задание, попробовали, и мы вам уже говорим, что у вас получилось, что у вас не получилось, на что вам надо обратить внимание, что вам надо сделать. Еще раз, шейп создания, ну, мне кажется, сейчас все танцуют с использованием определенных шейпов, но не все понимают, что это вообще такое, и как они создаются. А есть прям структура, есть система, по которой надо делать то или иное действие, а не просто, ну, давай кайфанем вот-вот так. Нет, не так работает шейп, потому что я тоже раньше думал, блин, у кого-то это красиво, а у кого-то некрасиво. Вот там, лет 15 назад смотрел, ну, мне не дано. Вот я думал так, я смотрю, там красиво пар делают, а я некрасиво делаю, я урод, я обезьян на дереве. Но, как оказалось, я не совсем обезьяна, я просто не знал. Поэтому, чтобы не быть обезьянами, ребят, ну, приходите, конечно, это будет очень действенно. Мы поделимся с вами для такой большой группы людей, обычно мы всю эту информацию так, для своих, для своих, потому что, ну, только со своими ребятами занимаемся. Но вот тут время такое, и опять-таки онлайн-школа здорово прошла. Я вот уже смотрю, там пишут, а будет ли второй поток, второй поток будет. Очень много пишет Дарья, как сделать так, чтобы плечи у партнерш не торчали. Купите марафон предыдущий, про идеальную позицию. Либо приходите на онлайн-школу, на онлайн-школу там еще больше информации, там, ну, еще раз, про позицию партнерша, что там Ольга спиной вытворила. Тогда даже я поразился. Ну, на самом деле, да, мы просто вот, видя то, как европейские пары сейчас страдают, то есть у них закрыты залы, у них нету турниров, у них, ну, то есть сейчас реально такой вот идет стоп. И в информационном плане то, что не могут пары тренироваться, получать информацию, развиваться, и танцевать турниры, выступать и так далее. То, что вот мы сейчас, ну, в России какие-то регионы открыты, какие-то регионы все равно закрыты, но мы надеемся все равно, что вот в этой ситуации, да, ну, как бы за Россией будущее, потому что, когда мы выйдем все с этой пандемии, хотелось бы, чтобы русские танцоры, они вышли уже, как бы, на ступенечку выше, чем все остальные. Поэтому мы сейчас стараемся вот эти вот онлайн-проекты, да, создавать для того, чтобы поднять уровень российского танцевания даже в этих условиях. Вот, потому что, ну, будет своего рода такая, как бы, начало с нуля, вот, когда все это закончится, все выйдут. Не то, что вот у нас был какой-то рейтинг. Нет, все обнулится, и вот в новых условиях мы должны всем дать, так скажем... Если я встал, вот смотрите, получается, левую телеспину, на самом деле... Нет, в левую телеспину... Сейчас... Ну, в левую телеспину мы сегодня не разбирали, мы говорили про правую телеспину, наверное, поэтому я про правую расскажу. То есть правая сторона партнера в этот момент направлена в партнерше, левой стороной я ее поддерживаю, правое бедро в партнерше, левая тоже поддерживаю. То есть определенный внутренний зигзаг. И когда я начинаю ее проводить, я не пытаюсь уходить. То есть моя ось, правая сторона, она двигается за ней. То есть это не так, что я отнюю его козу. Я двигаюсь за ней. Конечно, у меня есть сначала она, потом я, так же, как в левую телеспину, когда сначала в партнерше, что я движу, и подхватываю, так же и в правую. Но очень важно именно позаимодействовать. Тольчик ножка может дойти на секунду, чтобы было не было. Именно по положению относительно друг друга. То есть если мы встали, то вращение с правой диской. Я чувствую, правое бедро ее держит, угло, левое закрываю. И дальше я начинаю, зашиваю колену, не отворачивая ни в коем случае правую сторону. Вот это вот основной момент. И потом уже создается вращение. Так, что еще? Объясните, пожалуйста, работу стопа коленей в сэмфутланче у партнерши. Ну, у нас сэмфутланч как такового не было, там все-таки это позиция телеспина. Или, мне кажется, тоже вообще пошло по другим моментам, да? Объясните, пожалуйста, работу стопа коленей в сэмфутланче у партнера. А, ну, хорошо, здесь позиция телеспина, она, наверное, телеспины белая с виду. Смотрите, левое колено, если мы сэмфутланч берем, там, или телеспину, левое классическое, да? Левое колено стремится к партнеру. То есть ни в коем случае нельзя вот открывать вот эту вот ногу. То есть это поддержка для партнерши. Косточка стремится к партнеру, косточку, к коленостопу. Правое колено и правое бедро это поддержка для партнерши. Да, что если я здесь открою, она просто упадет. То есть вот поинкредо стремится сэмфутланчем сделать. Вот меня поддерживает. Опять, надо понимание, сэмфутланчки боксу, сэмфутланчем, это ниже. Позиция телеспина, она всегда выше. Чуть-чуть. То есть мы не сидим внизу, вот здесь. Вот эти вот какие-то такие основные моменты. Так, расскажите, так, не тем местом я бы встал. Сейчас опять буду вот это вот делать. А где купить прошлый марафон по позиции? Напишите в общий чат, вам сразу же ответят. Различие твиста и спина можно еще раз. Смотрите, твистовый поворот, это когда ноги закрещиваются. И партнерша после этого действия партнера, она идет снаружи. То есть получается, он всегда переходит в аутсайд спин. Телеспин правый, это партнерша идет в партнера. То есть это инсайд. И партнер ноги не закрещивает. У него два трека. Различие это так. Расскажите, пожалуйста, что делает тело партнера в левом технике. Сказали. Как приобрести запись ваших предыдущих занятий? Тоже пишите в чат, вам наши менеджеры сразу же ответят, дадут ссылки. Будет запись лекции? Да, будет. Опять-таки участники марафона получают эту лекцию и предыдущую лекцию в подарок. То есть мы специально позаботились, что вот те, кто сегодня посмотрел, тот посмотрел. Не посмотрел, ну не посмотрел. А те, кто придут на марафон, они получат аж целых две лекции в подарок. Они у вас останутся, вы сможете еще рассмотреть, изучать прекрасного Евгения Никитина с Юмилем. Топ-спин в фокстроте, пожалуйста. Ну, ребята, это уже отдельная тема. На самом деле она есть у нас в онлайн-школе. Обязательно приходите. Может быть, мы еще сделаем как-нибудь лекцию. Но топ-спин в фокстроте, сейчас, конечно, народ творит такой же сткач. И мне кажется, не понимают, что это вообще топ-спин. С новой интерпретацией, потому что с большей степенью вращения. Будет ли запись лекции? Ответил. Будет ли запись лекции? Ответил. Сколько стоит марафон? Еще раз, 2490. С человека за 3 дня мега-информации, структуризированного определенного действия шейпов, ну, мне кажется, на самом деле, мне кажется, это копейки. Потому что сколько мы создавали эту систему и сколько мы брали уроков, чтобы понять, как это все делать, ну, я не буду вам говорить. Я бы уже был миллиардером, на самом деле. Расскажите, как сделать так, чтобы плечи не вылезали у партнерши. Просто. Надавите их вниз. Я думаю, что на самом деле эти вопросы гораздо сложнее. Идите либо к нам в онлайн-школу, где там очень много информации на эту тему, либо вот марафон, идеальная позиция, там тоже было про это сказано, но в более узком ключе. Ну, наверное, вот как-то, наверное... Сейчас я смотрю, спасибо большое. Где приобрести прошлый марафон? Будет ссылка в общий чат участников в Телеграме. Где купить прошлый марафон? Расскажите, пожалуйста, про оверсвей. Ну, ребят, если мы сейчас каждую фигуру будем рассказывать, мы до завтра не уйдем. Это, конечно, будет тяжело. Ну да, вопросы, ребята... Как мне грамотно войти в наклон в контр-чеке? Вы серьезно? Нет, ну просто вопрос, конечно, после лекции подразумевает вопросы по лекции. Вопросы по поводу этой лекции, которая была, да? Потому что сейчас кто-нибудь напишет, а как, кстати, скат и шастик в фиг-степе? Вот. Если есть вопросы по лекции, как раз... Ну, знаешь, если их не так много, значит, мы молодцы. Мы, значит, хорошо объяснили. Да, да. А про шеек мы расскажем еще подробнее. Вот. Как работать над взаимодействием в паре? Ну, не по теме вопрос, но это по теме как раз марафона. Ну да. То есть там мы как раз обсуждаем, как мы его создаем через друг друга. Без взаимодействия невозможно создать. Безусловно. Вот пишут, вы большие молодцы, делитесь своими знаниями, цена очень небольшая. Вот я тоже так считаю. Ну, 830 это, но сейчас на русский день 10 евро. А со скидкой еще меньше. Притом, потому что каждый день лекция. У вас в этот день лекция, это... Ну, если 830 в день, это в день лекция. Обратная связь, определенная вот эта полезность, ну, обратная связь все-таки с нами. Ну, в принципе, все, да, наверное, это мы заканчиваем? Да, мне кажется, да. Тут, ну, как бы еще пишут. Сегодняшнюю лекцию, где приобрести? Ну, легче на марафон прийти и подарок ее получить, мне кажется. Крепкого здоровья. Пошел давить на плечи партнерша. Не надо так сильно, наверное. Но у нас это не поможет. Можно давить сколько угодно. Надо понимать, что давить, куда давить. А может быть, что-то тянуть, а не давить. Вот. Ребят, спасибо большое, что были с нами, да. Нам очень приятно, что если вы приходите, значит, вам, наверное, интересно, что мы делаем. Значит, вам, наверное, нравится, как танцуем мы, как танцуют наши ученики. Вот, поэтому оставайтесь с нами, да, продолжайте следить за нашим инстаграмом. Все новости о грядущих проектах будут там, да. Поэтому следующее у нас такое масштабное мероприятие это марафон, а в середине января второй поток школы. Да. Евгений, а давайте просто попросим к нам подкатиться. Давай, на попе покатился, покатился. Сейчас. Оп. Не получается. Не получается. Мне кажется, либо... Вот это да. Давайте сейчас. Евгений, идите к нам, идите к нам. Давайте, давайте, Евгений. Также мы хотели бы представить, я думаю, что в марафоне нам будет помогать вот этот великолепный молодой человек. Евгений, либо давай ниже, потому что я выше встать не могу. Я не усакиваю. О, вот. Этот красавчик, Анастасия сказала нам, вы меня... Сейчас кто-нибудь, вот. Вы меня достали, я пошла домой спать. Пока мы лекцию читали, мне кажется, они тут тренировались еще параллельно. Вот. Поэтому, ребят, приходите, будет интересно, с нами весело. Ну, мы вас... Мы вас тоже научим быть такими кривыми, как вам. Всем пока. Всем пока, спасибо. Пока-пока. И нам сказали, не выключай сразу, чтобы что-то там подошло, подождало, поэтому... Танцы от Никитина, пошли, танцы. Музыка. Сейчас музыка. Сейчас, сейчас, ребят, еще будут танцы. Тихо-тихо-тихо. Не-не, плохие танцы. Хорошие танцы должны быть. Нет. Нету музыки, короче, все. У меня своя. У меня внутри играет. Но я ему все равно сейчас поставлю музыку. Подождите, мы не можем так уйти. Надо красиво. С настроением. Опять? Что такое? Чача. Чача. Эй. Пошли, танцы. О-о-о. Ну-о-о-о. И... Два? Не, а вот. Давай два. Два-два, один-один. Стой. Один. Короче, мы вас достали. Все, всем пока. Забрал время. ХОПОТАЛЬСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЕ- Два. Продолжение следует...